Городской голова Юрий Хатлубей встретился сегодня с альпинистами из Республики Пилигрим. Ребята из детского реабилитационного центра рассказали мэру о восхождении на Эльбрус, посвященном 230-летию Мариуполя. Напомним, на самой высокой вершине Европы были подняты знамена Украины и Республики Пилигрим, вымпел родного города. Городской голова смотрит фотографии пилигримовцев, сделанные на Эльбрусе, слушает рассказы о восхождении. Это подарок бывших беспризорников родному городу к юбилею. Президент Республики Пилигрим дарит Юрию Хатлубею вымпел Мариуполя, который побывал на Эльбрусе. Он должен занять достойное место в городском центре детского творчества или в городском музее, считает мэр. С гордостью можно, Иной Викторович, вам говорить о том, что ваши воспитанники вышли на такой уровень. Вы сейчас являетесь примером для наших мариупольцев, для ваших сверстников своим этим спортивным подвигом. Я думаю, у вас прекрасное будущее. Городскую голова, в свою очередь, благодарит пастора Геннадия Махненко, вручает ему грамоту и книгу о Мариуполе. Покорителям вершин благодарность и именные часы. Славик Смыслов в пилигриме полгода, но уже президент. Он один из трех героев, поднявшихся на самую вершину. Рассвет встречали тоже почти уже, почти уже дошли как бы. И так вот смотришь на низ, а там, ну так, снежная такая вот эта самая. И облака вообще вот так ровные все, и под тобой. Первый раз в жизни такое. Этим ребятам необходимы экстремальные переживания, захватывающие приключения, уверен Геннадий Махненко. Это своеобразная реабилитация от наркотиков и беспризорной жизни. У нас есть такой девиз «Долой скуку». То есть мы хотим сделать так, чтобы жизнь у них была наполнена, ну, каким-то хорошим смысле этого слова, азартом, интересом, да. И от этого идея походов. То есть просто привезти их, посадить в какой-то лагерь, уютные пусть даже комнатки, кроватки, там линейки, построения, небольшие прогулки 100 метров влево-вправо. Это им не совсем подходит. В следующем году пилигримовцы мечтают зайти на Арарат и найти Ноев Ковчег. Юлия Священко, Анатолий Бахеркин. Информационная программа «Семь дней».